Итоги областного конкурса «Лучший папа Вологодчины» подвели сегодня в стенах молодежного центра «Горком-35». По условиям, семьи размещали в социальных сетях небольшие видеоролики об отношениях папы и детей. Нам было необходимо, чтобы отцы как раз обратили внимание на воспитание детей. Потому что, как правило, у нас папа – это тот человек, который зарабатывает денежные средства, который кормили от семьи, а мама у нас, соответственно, воспитывает детей. Так вот, мы прекрасно понимаем, и я как папина дочка, я прекрасно понимаю, что папа просто обязан иметь возможность как-то изыскивать время между работами своими, между заработком и на воспитание своих детей. Организаторами конкурса выступил благотворительный фонд поддержки матери и ребёнка совместно с депутатом Законодательного собрания области Мариной Денисовой. Конкурсная комиссия оценивала работы 22 участников, которые набрали в общей сложности порядка 20 тысяч просмотров. А какой подарок хочешь? Большой из коробки выберу, подарок выберу. Большой из коробки сам подарок выберу. Супруга одного из участников на награждение пришла с сыном. Мужа вызвали в командировку. Анастасия признаётся, что супруг Дмитрий много времени проводит с трёхлетним Мишей и даже разучивает с ним стихи. Я увидела в ленте ВКонтакте информацию и предложила папе, говорю, давай поучаствуем в конкурсе. Как раз занимаюсь созданием роликов, создала ролик. Папа у нас оценил. Как папу зовут, Миша, скажи? Дима. А тебя как зовут? Да, Миша Михаил Алисеев Большой. Большой. А что в ролике ты делал, скажи? Не знаю. А что с папой? Песок носили? На даче был? Да. На даче был. Помогал папе песок возить? Да. На кузове салили. Житель Вологды Сергей Ситников стал серебряным призёром конкурса. В его семье двое детей. Правда, в объектив видеокамеры попал только трёхлетний сын Максим. Дочь ещё слишком мала. Семья решила включить её в актёрский состав к следующему конкурсу. Спортивная, духовно-нравственная, патриотическое воспитание. Все те ценности, человеческие, семейные ценности, которые хочется заложить в нашем сыне. И в детях. Да. У нас ещё дочь. И вообще в детях. Она маленькая, и мы решили, что пока что мы начнём со старшего. Но главное, этими ценностями правит именно любовь и взаимопонимание. То, что должно быть. И дети должны это видеть без этого, потому что никак. Победителем конкурса лучший папа Вологодчины стал Максим Мешкой из Череповца. Мужчина родом из многодетной семьи. Правильные семейные ценности и трепетное отношение к малышам были заложены в нём родителями. Я рада, что сквозь ролик мы специально его делали так, что с рождения Ярослава. То есть это не специально кадры, сделанные для этого конкурса. Потому что он на самом деле в жизни такой и есть. И для него вот ребёнок это жизнь, наверное. В этом же ничего нет особенного, когда ты воспитываешь своего ребёнка так, как ты считаешь нужным, имеется в виду. Как хотелось бы это тебе, чтобы с тобой доказаться. Но никак это не особенность. Это норма, может быть, сейчас как-то по-другому к этому относятся многие. Я считаю, что это норма абсолютно. По словам депутата ЗАГС Собрания Марины Денисовой, конкурс «Лучший папа Вологодщины» станет постоянным и, возможно, будет иметь развитие. Следующим этапом у нас будет конкурс не только видеороликов, но и масштабной работы тех объединений общественных, которые занимаются спортивно-патриотической работой. И в основном их как раз возглавляют наши замечательные папы Вологодщины. Поддерживаете такое предложение, друзья? Обязательно. Ну, это замечательно. Участники и призёры конкурса получили ценные подарки и дипломы. Екатерина Шабалова, Михаил Протасов, Волг ДРФ.